Пермский край расположился лишь на 47-й строчке рейтинга креативных регионов. Более подробно обсудим эту тему с экспертом. На связи со студией сегодня ведущий эксперт Российской кластерной обсерватории Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики Виктория Боос. Виктория, здравствуйте. Добрый день. Виктория, как можно оценить сегодня динамику данного рейтинга и позиции при Каме? Я думаю, что о динамике рейтинга мы ничего не можем сказать, потому что это пилотный выпуск этого рейтинга. То есть первый раз мы оценили позиции регионов по отношению друг к другу с использованием полной выборки. Все регионы просмотрели. Что касается позиций при Каме и позиции Пермского края, то здесь можно сказать, что это регионы, которые занимают положение в середине рейтинга довольно уверенно. И при этом показывают наиболее высокие позиции в прикладных и функционально ориентированных креативных индустриях. То есть в основном для Приволжского федерального округа, для Пермского края характерна все-таки ориентация на информационные технологии, на рекламу и дизайн, на те индустрии, которые в большей степени связаны с бизнесом, нежели с культурным сектором. Хотя я понимаю, что для Перми это кажется на первый взгляд удивительно. А что сегодня необходимо сделать, чтобы улучшить позиции при Каме? У нас работает целая стратегия развития креативных индустрий в при Каме. Но вот по моему мнению в данном рейтинге она не сработала. Вы знаете, мне кажется, что Пермский край немного сейчас находится в раздумьях с точки зрения своего дальнейшего позиционирования. Потому что если сравнивать Перм в сравнении с другими регионами, то тот же самый институт развития, там был создан только в 2022 году, я имею в виду, придумана в Перми автономную некоммерческую организацию, которая сейчас начинает проявлять себя путем проведения различных мероприятий. А в других регионах такие институты создавались намного раньше. Ну и можно взять еще такую инфраструктуру, как школы креативных индустрий. В Перми она создается сейчас, в некоторых городах они уже созданы. Это с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что Перми имеет очень серьезный культурный потенциал, особенно потенциал в сфере развития современного искусства, который также может быть успешно использован в развитии креативных индустрий. Допустим, Нижний Новгород сегодня делает ставку именно на этом. И, соответственно, можно рекомендовать еще и такую связку. Креативная индустрия плюс культура. А планируется в дальнейшем каждый год проводить данные рейтинги, анализы? Да, мы хотели бы, чтобы этот рейтинг стал ежегодным. Продолжение следует...